Я заплеталась уже раз десять. Три. Один раз. Четыре, по-моему. Так-так-так, сейчас мы посчитаем. Я заплеталась три раза вместе с этим. Ну, около семи. Если не больше, если не меньше. Мы примерно столько раз. Уже год прошел с того, как я выполнялась в первый раз. Так смотрится лучше. Не хочу никого обидеть, но это более эстетично. Была очень одна группа хорошая. Она называлась Котом Маус Кин. И я первый раз увидел в 1994 году клип. И вот там и человека было, при том, сейчас много у меня, как бы, десять. А так у него было шесть штук, очень толстых. Мне это очень понравилось. Ну, и французские косы, мне кажется, более эстетичными. Французские косы очень удобны. Как в носке, так и в уходе. Нравится. Потому что именно французские косы подходят мне по настроению и мировоззрению. После дредов, насколько я понимаю, нужно стричься полностью. А я с моими волосами дрожу, поэтому французские. Афро не пробовала, потому что боюсь, что волос не останется после совершенно. Почему не афро? У меня были афро, мне нравились, я любил очень широкие. Но мне больше вот это нравится. Мастера искала очень долго. Интернет. А я совершенно случайно. Есть один знакомый. В интернете. В Яндексе забиваешь косички французские. И там первая же строчка, твоя фотография большая. Нашла в интернете. Яндекс. По цене нашла. Ёлки-металки, водка. Это просто через Яндекс. И его заплели, я говорю, дай телефончик, потому что я потерял свои старые контакты, но может быть это еще лучше контакты, потому что в этой разе я не полка. В интернете было очень сложно найти мастера. Нашла много мастеров. А в результате я остановилась на этом мастере. Копалась в интернете, увидела страничку, увидела работы. И действительно это самое приятное ощущение. Ой, даже неловко говорить. Мне понравилось на самом деле. Это очень здорово. Как будто волосы укладываются именно так, как они должны быть уложены по природе. Приятно даже, как массаж. Ощущение как не приплететь. Знаешь, было вообще не больно. И реально это первый раз, когда было то, что не слезил себя. Мини-массаж головы, так скажем. Не больно. Ну вот здесь немножко больно вначале. Вот эти вот две, можно сказать. А здесь приятно. Очень хорошо. Удобно, комфортно, недолго. Я никогда не плачу, но вот мы сами выходили раньше. Так что ты лучше всех. Расплетаю за полчасика очень просто. Легко, без дополнительных каких-то усилий или средств. Обычно две недели. Около трех недель. Недели две. Ну, две-три недели получалось тогда. Да. Они держатся и больше, но вот по течении двух недель начинают уже пушиться, и у меня возникает зуб, чтобы расплести, сделать что-то новое, увидеть себя по-новому. Иногда недель три. В зависимости от того, насколько они узорны, насколько они предполагались под долгую музыку. Я мою аккуратно. Каждый день, через день? Да. Раз в неделю. Раз в неделю. Абсолютно нормально выглядит. Я пеню шампунь в руках и мою, как обычно, все промывается и прекрасно себя чувствую. Примерно через день. Иногда каждый день, если хожу по запыленным местностям. После первого ненамного, после второго уже такая шапка бродит. Шикарно чуть-чуть их помылить здесь и там, они выглядят и мытыми, и не растерплены. А нет, у меня вообще-то есть, например, воск, гель, там еще какие-то средства, которыми я могу аккуратненько уложить эти вот эти волосы, которые у меня повылазили. Если что-то выбивается, можно погреть, можно все. Окей, мир. Спасибо. Ну, неплохо так.